Привет, я Леся Грузинская, вы на канале о новостройках, мы делаем авторские обзоры на тему недвижимости Москвы и Подмосковья. Поле, русское поле, это одна из локаций новых объектов августа 2023 года. Мы делаем классическую нашу подборку, кто вывел в продажу новые жилые комплексы в августе, их оказалось 4, от разных застройщиков в разных районах Москвы, и вот это одна из локаций. Ну, не красота ли? Смотрите сюжет, чтобы не пропустить и понять, какой именно ЖК здесь строится. Мне кажется, что новый проект от Инград Инджой, который строится в Войковском районе, станет просто событием для этого места на севере Москвы, потому что застраивается большая масштабная территория, ранее которая была промышленная, теперь будет она превращаться в жилое пространство. И расположение очень удобное для потенциальных жителей. От третьего транспортного кольца 7 километров по Ленинградскому шоссе для пешеходов есть хорошие новости, потому что в пешей доступности есть МЦК Балтийское и метро Водный стадион Зеленой ветки. Но, правда, первые жители смогут заселиться только в 2027 году, смогут отпраздновать там примерно свой Новый год, поэтому 4 года нужно подождать. И построится только первая очередь весь проект, конечно, не знаю, может быть, какой-нибудь 30-й. Настолько ранняя стадия готовности у проекта, что на сегодняшний день даже не видно строительной площадки, территория пока еще даже не строительным забором огорожена. Не знаю, будет, кстати, его менять или нет, но забор не очень презентабельный. Было бы здорово, может быть, хотя бы как-то закрыть какими-то плакатами, тем более тогда будет еще больше понятно, что это действительно строительная площадка Инграда. Мы пока нашли только паспорт объекта, на котором говорится о том, что ведутся работы по сносу строений на территории. И все, соответственно, даже пока еще нет паспорта объекта, что строится, потому что не начали строить. Но по карте и по генплану можно понять, где будет строиться первая очередь. Это улица, которая параллельно Выборгской, чуть ближе, получается, в сторону МЦК. И, насколько я поняла, она даже не имеет названия на карте, ну, по крайней мере, я не нашла. Она сейчас тупиковая, ведет к административным зданиям. Слева у вас здание полиции, дальше ВСИН, СИЗО, административные здания, автомойки, ремонты какие-то. Вот эта вся красота. Через вот этот небольшой промежуток как раз административными строениями можно увидеть здание с жилого комплекса Невский от Кросс. И как раз вот здесь, на другой стороне этой безымянной улицы будет строиться первый корпус. Хотя, как бы, назвать это одним корпусом можно только, учитывая, что это по строительному так задумано. А на самом деле это больше выглядит как полноценный уже жилой комплекс, потому что это 10 секций. Закрытая такая большая территория, три башни высотой в 35 этажей, еще есть несколько малоэтажных секций, но все это считается одним домом. Несмотря на то, что Инград застраивает большую площадь, которая была нежилой, все, что вокруг этой территории, по сути, давно заселенный район, он уже готов и пригоден для жизни. Ближайшая социальная инфраструктура, сады и школы, начинаются прямо за строительным забором. Есть буквально в одной минуте ходьбы и муниципальный сад, и школа. Причем Инград в своем проекте тоже строит школу на 725 мест, детский сад на 350 учеников. Я думаю, что она, скорее всего, будет не прям с первым корпусом, чуть позже появится. Но я не думаю, что здесь будет прям какая-то нужда и нехватка. Места, конечно, нужно всегда заранее спрашивать, но в любом случае они хотя бы есть. Коммерческая инфраструктура тоже есть. Рядом с метро водный стадион есть много новостроек, помимо Невского, которые в том числе уже пооткрывали всякие ресторанчики, магазинчики и так далее. Есть торговый центр большой рядом с водным. Мне нравится вообще, что Инград забрал такую площадку, которая раньше как раз уродовала, по сути, этот район. А сейчас это будет продолжением жилого пространства. И район станет еще приятнее для жизни. Рядом есть парки, ближайшие-то Головинские пруды, до них реально можно добраться пешком и прогуляться. То есть останется только вот эта самая территория с полициями и СИЗО. И вот этим, может быть, не самым приятным соседством, но с ней, скорее всего, придется смириться. В первой очереди продается 506 квартир площадью примерно от 21,5 квадратных метра до 193. И на сегодняшний день, на момент съемки, цена стартует от 12,5 миллионов и доходит до 42 миллионов рублей. Но предложение сразу заманчивает Инград. 506 квартир и при этом 203 типа планировок. То есть практически не повторяются квартиры. 37 квартир с террасами заявлено, 24 пентхауса. То есть это прям, вы понимаете, элитный ЖК, 24 пентхауса, где вы еще такое видели. И высота потолков практически до 4 метров. 3,85 написано на сайте. Мне кажется, что очень даже ничего. Это, конечно, что-то невероятное. Сейчас можно попасть, ну, причем довольно легко, на территорию, где будет строиться как раз жилой комплекс Enjoy. Потому что территория, на которой это строится все, она не была, по сути, закрыта. Здесь есть автомойка, техцентр, какой-то швейный магазин. Ну, вот на том месте, где я стою, видимо, тоже что-то было. Но я уже точно не знаю, что. Сейчас это просто одни руины и кирпичи. Пока еще продолжается функционировать все эти мойки и так далее. Потому что они стоят там, где только по следующей очереди будут строиться. Но можно оценить масштабы. Вообще территория огромная. Невский отсюда вообще крошечный. Ну, хотя первая очередь будет строиться ближе к нему. Он там будет покрупнее виден. Но огромная территория. Здесь будет построено несколько корпусов. Будет социальная инфраструктура. И благоустройство, насколько я понимаю, тоже отведено в важное место в этом проекте. Помимо закрытых дворов будут еще прогулочные зоны и бульвары. И мне кажется, что это прям сильно преобразит территорию. Не только вообще, в принципе, площадки с Enjoy, но и для района это тоже будет очень знаково. Новый проект Августа от группы компаний «Основа» — это комплекс Emotions. Он находится в нашем любимом районе Хорошово-Мневнике. В полутора километрах от третьего транспортного кольца. Если вы едете на машине в пешей доступности, сейчас метро нет. Ближайшая МЦК — это хорошо. Ну, минут 20, наверное, нужно идти пешком. Но я думаю, что к тому моменту, когда в 2027 году сюда уже будут заселяться жители, уже будет открыта станция метро Звенигородская. Она будет прям буквально в минуте двух, наверное, ходьбы на территории соседа Сидней Сити. Еще рядом будет недалеко метро Шелепиха. Это новая рублево-архангельская ветка. Поэтому и для пешеходов, и для автомобилистов новости хорошие с точки зрения, как добраться. Но наверняка будут вопросы и споры по поводу локации. Потому что он строится, по сути, первой линией от Звенигородского шоссе. И будут обсуждать, почему так близко шоссе, кому это нужно. Но мне кажется, что это интересный проект. Во-первых, Big Time. Тоже когда-то про него спорили. Он чуть-чуть дальше точно так же относительно шоссе расположен. Но в итоге сдали, заселились, кто-то там живет и радуется. С другой стороны, у вас будет доступ и до набережной, и до благоустроенной территории соседских жилых комплексов. Набережную, опять же, будет город продлевать от Москва-Сити вдоль сердца столицы, вдоль Сидней-Сити. Будет набережная в пешей доступности. Но мне кажется, сама инфраструктура намекает, что это больше какой-то не семейный жилой комплекс. А для тех, кто любит Урбан. Для тех, кому важен быстрый доступ до каких-то важных локаций, например, в центре. Кто любит современную необычную архитектуру. Это, кстати, бюро Камон. И основа прям зачастила с ними сотрудничать. Мы уже видели, например, Мирополис. Они вместе с ними сделали. Это просто исторический момент. Я обожаю попадать в такие истории, когда мы можем запечатлеть площадку вот на этапе, но сейчас просто разрухи, скажем так. Потому что идет активно очень снос всех строений, которые находились на территории застройки комплекса Emotion. Идет как раз распил деревьев здесь. Вот это вообще какой-то просто макап лепнины. Я не знаю, здесь может быть был какой-то магазин, в котором продавалась эта лепнина, там, заводик или что-то в этом роде. Но выглядит очень эпично. Я обожаю прогуливаться по заброшенным, по разрушенным всяким домам. И представить, что вот на этом месте в 2027 году появится супер-ультра-современный комплекс с футуристичным таким дизайном. Это, конечно, очень сложно. Но мы потом пересмотрим в 2027 году. Передаю себе привет Олесе из 2027. Посмотри, что здесь было. Потом посмотри, что здесь стало. Здесь появятся 4 корпуса переменной этажности от 8 до 28 этажей. И это невероятная какая-то реальная архитектура. Огромная стеклянная арка, у которой центр дома как бы наклонен, как будто бы какая-то деталь отделилась. Есть еще рядом какие-то виды с террасами, открытый бассейн с панорамным видом здесь на всю Москву. Будет своя инфраструктура, будет фитнес-зал с панорамным бассейном. Будет бизнес-центр, где, соответственно, вы можете провести какие-то переговоры. Понятно, появится коммерческая инфраструктура. И в продаже есть апартаменты. Самый маленький апартамент это 18 квадратных метров. Мне кажется, классно будет улетать под аренду для тех, кто любит быстрый доступ до центра. Для тех, кто будет здесь где-то работать, может быть, в этом же бизнес-центре. А самый большой масштабный лот это 155 квадратов. Это для тех, кому не нужна прописка, кого не волнует статус апартаментов. Но кто хочет, мне кажется, быть причастным к проекту, про который явно будут говорить. Во-первых, он рядом с шоссе будет хорошо просматриваться. Во-вторых, у него очень запоминающийся внешний вид. И его 100% не знаю, какое прозвище ему придумают. Кстати, давайте накидывайте варианты в комментариях. Но то, что про него все будут говорить, это точно. Еще и есть интересные лоты с балконами французскими, с террасами, с высокими потолками. Вообще потолки примерно от 3 метров до практически 5 доходят. Цена на сегодняшний день начинается меньше, чем от 10 миллионов. Новый объект от Tecto Group называется Twelve. И находится он в районе Нагорный. Пока я не разобралась, почему именно 12. Но я так счастливо вернулся в этот район. Потому что мы последний раз были здесь 2 года назад. Делали обзор на комплекс Top Hills от компании Ingrad, который находится прямо возле выхода метро Нагорное. И мы вернули сейчас, 2 года спустя, и не узнали район. Мы даже, когда уже вышли из машины, оператор Рома говорит, я не понял, я здесь не был. Я говорю, нет, был, мы снимали TGK. В общем, правда, сильно изменился район. Мы тогда говорили, что здесь построят торговый центр. Вот он открылся. Причем у него крайне странное название. Он называется Грай. Я не слышала такое слово. И даже ради интереса начала гуглить. Грай – это громкий, беспорядочный птичий крик, как правило, воронье карканье. Очень своеобразненькое название даже для торгового центра. Но, в общем, уже открылся торговый центр. Появился еще новый большой жилой дом. Причем на большинстве карт он никак не отображается. На одной из карт говорится о том, что это новая очередь как раз Top Hills. Хотя на официальном сайте Top Hills на генплане его нет. В общем, есть еще один корпус. Туда проходит еще дорога в сторону Канта. Кант теперь вообще практически со всех сторон застроен жилыми домами. Появились московские ярмарки. Появляется социальная инфраструктура. В общем, район, правда, развивается. Мы тогда реально делали обзор и говорили, что вот многие сомневаются, почему объект бизнес-класса зашел сюда. Здесь ничего интересного особо нет. Как мы видим, и жилые дома появляются, и новые проекты появляются. Новый объект от Tecta тоже бизнес-класс. Вообще, мне кажется, что сейчас так принято, что если ты запускаешь новый проект, он, скорее всего, будет бизнес-класс. Мы нашли просто невероятную, мне кажется, точку обзора это многоуровневый паркинг со стороны метро Нагорная. И есть еще сосед, это гаражный кооператив. Но уже даже хозяева гаражей вот сейчас нам сказали, что мы уже смирились, что нас снесут, хотя точные даты даже им пока еще не говорили. Но вот по поводу локации, как раз я уже сказала, что вроде бы развивается, но пока непонятны сроки. То есть нет конкретных дат, когда здесь вот встанет все совсем, по-жилому совсем все классно, потому что как будто бы сейчас этот район развивается точечно. Вот один Top Hills классный, вот здесь чуть-чуть фасад отремонтировали, вот здесь строится Twelve, а вокруг пока еще много чего нежилого. Хотя этот комплекс позиционируется, я думаю, что в первую очередь как семейный. Здесь даже лозунги такие очень семейные. Дом, который ждет гостей, дом, который наполнен цветом, дом, в котором удобно жить. Будет даже детский сад, он заявлен в проекте. Цвета тоже такие приглушенные, нейтральные, мне кажется, действительно для семей, для жизни. И эти корпуса, кстати, будут сданы в первом квартале 2026 года. В отличие от предыдущих двух объектов, уже ждать не так долго, не 27-й, 26-й еще и самое начало, поэтому можно будет быстрее сюда переселиться. Но как будет выглядеть этот район к 2026 году, не совсем понятно. Если бы я не была здесь два года назад, я бы подумала, что за это время успели возвести еще какую-то новую новостройку, новый ЖК. Но я помню, как этот дом выглядел два года назад. Вот этого уродца я показывала еще в 2016 году и говорила, что он откровенно страшненький. Сейчас реально два года спустя заменили фасады, довольно симпатично смотрятся. И как раз в этом доме на первом этаже офис продаж ЖК ТВЭЛ. У жилого комплекса ТВЭЛ, наверное, сегодня самая неочевидная локация, если брать точку расположения непосредственно локально. Потому что у предыдущих двух было сразу понятно, вот основной проезд, вот дополнительный, только там, может быть, между корпусами нужно будет сделать проезды. А если вы на сегодняшний день пешком решите добраться от метро Нагорная до строительной площадки, вы, наверное, даже, как и мы, возможно, не найдете проход. Я видела, с одной стороны есть заезд, ну и техника же как-то туда попадает. Но вот прямой проход, метров 500, наверное, от метро Нагорная, со стороны корпусов ВИХАУС, как раз вот их паркинг многоуровневый. Здесь школа, которая у них есть во дворе. Но проход либо через гаражный кооператив, и вы упираетесь в стену, либо вы упираетесь в забор, как раз который рядом с многоуровневым паркингом. То есть как будет организован проезд, заезд, проход, в общем, какие-то дорожки дополнительные должны будут появляться, потому что сейчас непонятно вообще, как добраться. И это, мне кажется, повод для полноценного обзора, чтобы понять, как будет развиваться площадка, и с каких сторон к ней можно будет подъехать. Мне нравится, что нет совсем мелкой нарезки. Самая небольшая квартира, это примерно 28 квадратных метров. Самая большая, это 118 квадратных метров. На момент съемки цена стартует от 15,5 миллионов, доходит до 42 миллионов рублей. Квартиры сдаются без отделки, насколько я понимаю. При этом есть квартиры с высокими потолками 3-4 метра и даже 4 метра. Остекление будет примерно от колена, 40-60 сантиметров от пола. Будут угловые квартиры, будут квартиры с мастер-спальнями, опять же, что напоминает нам про семейный формат. Ну, то есть такой, мне кажется, классический жилой комплекс конкретно для жизни, для тех, кто переезжает сам. Самый масштабный и самый далекий ЖК в сегодняшней подборке старта продаж за август это проект Десноречья от А101. Он находится в поселении Десеновска. Это 12 километров от МКАД по Калужскому шоссе. На сегодняшний день ближайшее метро вообще в 10 километрах. Это станция Ольховая. Но к 2027 году обещают здесь станцию метро Десна. И, соответственно, она будет где-то в пешей доступности. Вообще, у меня небольшое дежавю, как будто бы мы повторяем историю с проектом Ильинские кварталы. Тоже была новостройка на старте продаж в начале этого года, когда я говорила, вот этот забор, это Ильинские кварталы, а вот это, это Ильинский лугатпик. Так вот здесь это Десноречья, пока еще просто поле-полюшко, но будет Десноречья от А101. А вот это как раз уже корпуса проекта Новые Ватутинки. Мы его снимали, это масштабный комплекс, который тоже разделен на несколько кварталов. Это квартал Десна в Новых Ватутинках. И мы, когда последний раз здесь были, они еще даже были не сданы. Сейчас уже появилось несколько корпусов, и проект развивается. Поэтому мне стало интересно сделать на них полноценный обзор. Я думаю, чуть позже мы сюда вернемся, потому что сегодня уже просто не успеем захватить всю историю. А теперь еще к развитию этой большой территории Новых Ватутинок присоединился еще и А101. Причем, ну вот, правда, я границ не вижу даже отсюда, территории, которые они уже обнесли строительным забором. У меня сердечко, конечно, обливается кровью, потому что виды природные здесь невероятные, поле вокруг деревья, здесь где-то реки, озера протекают. Все это так красиво. Когда я представлю лет через 10, когда все застроится это корпусами, здесь, конечно, не останется ничего практически от природы, но зато будет очень много заселенных домов. Вообще, мне кажется, вот эта часть только Новой Москвы уже размером со всю старую Москву, и поэтому не совсем понятно, откуда берется столько людей, которые все заселяются и заселяются. Несмотря на то, что территория застройки проекта Деснаречья просто огромная, это целое полеще, точек обзора на самом деле немного, потому что с одной стороны проходит трасса, вдоль которой, собственно, выстроен этот забор и который мы уже показали, а с другой стороны протекает речка, есть несколько частных поселков, мы перебрались вообще на другую сторону реки, чтобы поймать какие-то ракурсы, мы в СНТ Тополек, называется и вообще здесь такой, конечно, удивительный контраст, полное ощущение, что мы в деревне, особенно когда-то на территории СНТ лают собачки, здесь трекочут сверчки, правда, вот это самолеты летают очень часто и довольно громко здесь, но вообще ощущение такое прям деревенского вайба, но при этом застраиваются высокие дома, большие проекты, которые получаются город в городе, и вот сейчас те, кто живут в Десне, они, наверное, да, есть у них такое ощущение, что они вышли как бы из квартиры, но вокруг деревня, но когда еще и А101 застроит весь свой проект, не знаю, останется это ощущение или нет. Это только самое начало проекта длиной, наверное, даже не в одно десятилетие, потому что уже сейчас А101 говорит о том, что будут строить три квартала, это берег, лес и парк, начнут как раз с девяти корпусов проекта парк, где сейчас ведется продажа, и в 2026 году они будут сдаваться. Кстати, не такой уж большой срок, но на сегодняшний день пока еще даже не приступили к котлованным работам, а в 2026 году уже хотят сдать. Понятное дело, что при таких масштабах будет застраиваться вся инфраструктура, будет и школы, и детские сады, и наверняка и поликлиники. Кстати, у соседей в Новых Ватутинках уже, в принципе, много чего есть как раз из этого заявленной инфраструктуры. Интереснее, наверное, тогда пообсуждать квартиры, которые продает А101. Они здесь решили опять предоставить всю палитру и без отделки, и вайтбокс, и с отделкой под ключ несколько дизайнерских вариантов. Из планировок тоже предлагают интересные форматы. Есть с мастер-спальнями, с двумя ваннами и более. Самый, наверное, интересный вариант – это с террасами квартиры, что мне кажется, что здесь, возможно, будет даже интересненько. Если останется хоть какой-то формат зелени, и будут малоэтажные какие-то секции, то, в принципе, наверное, вариант с террасой здесь такой немножко аналог загородного жилья. Самая маленькая студия в 19 квадратных метров на сегодня продается за 5,5 миллионов рублей. Я продолжаю задавать иногда вопросы А101. Почему так дорого? Если вы вспомните, мы делали подборку топа продаж, уже где-то готовые корпуса или корпуса со сроком сдачи ранее, чем в 2026 году, и рассказывали, например, про Балашиху и объект от Гранель, где от 2,9 стартовали цены, а здесь в поле в 2026 году будет сдана только квартира, студия за 5,5 миллионов. Ну, возможно, это потому что московская прописка, возможно, потому что будет близко метро. Но мне кажется, что студия за 5,5 миллионов в этом проекте не очень привлекательна. А вот на сегодняшний день взять 104 квадратных метра квартира с террасой за 17 миллионов, вот это уже звучит заманчиво. Стоимость квадратного метра получается 166 тысяч рублей. Квартира с террасой. Если у вас большая семья, мне кажется, стоит присмотреться. Ну что, это были все проекты на старте продаж в августе 2023 года. Напишите в комментариях, какой вам понравился больше всего. Я обратила внимание, что они все абсолютно разные и в разных районах расположены, и явно ориентированы на разную целевую аудиторию, то есть друг другу не конкуренты. И я еще обратила внимание, что из четырех проектов только один называется деснаречие, по-нашему, по-русски. То есть импортозамещение работает, но не везде. Называть все еще как будто бы принято иностранными словами. Хотя я, кстати, никогда не имела ничего против этого, но тут обратила на это внимание. Самый запоминающийся явно был жилой комплекс Emotion от Основы на Звенигородке, потому что у него самая яркая инфраструктура. Ну и самый масштабный, конечно же, деснаречие. Не забывайте про лайк, подписку на канал и колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!